Ребята, всем привет! С вами Александр. Сегодня у нас выходные и время ловить секодентозавров эпических и тираннозавров. Но также у нас еще есть две башенки. Первая башенка у нас простая, где нам что нужно взять? Против нас, в общем-то, будут здоровички. Так, а вторая башенка у нас что здесь? Давайте. О, здесь битв много. Соперники, команда здоровяков. Тоже здоровяки. Прикольно, будем пробивать панцири. Хорошо, но для начала, ребятки, у нас под одним из прошлых видео БМКИР описал. В следующий раз возьми команду Юдоменосорекса, Конковинатора, Спинотараптора, Спинозавра 2. Имеется ввиду две штуки или Спинозавра, то есть Джен 1, Джен 2, Стигимолог, Борионикс, опять же у нас их тоже два. Сина Цератопса и, ну, Стега Цератопса. В общем-то, есть у нас запросы и давайте что-то будем пробовать делать. Так, ну, Индоменосор на данный момент брать мы не будем. Мы, кстати, его качнем, я так думаю. Давайте будем брать кого-то из заявочки. Ну, Конковинатор. Кстати, Конковинатор у нас только вот сделал серию по Jurassic World The Game и там как раз прокачивал Конковинатор. А это, короче, было прикольно. Так, Борионикса я взял. Тут Стига Цератопса просят взять. У нас Моноцератопс уже есть, я его создал. Стиги Малоха просят взять. Спинотораптора тоже просят взять. Ну, он как-то слишком крепкий у нас получается. Вот этого парня можно взять. Борионикса я какого-то взял. Потом Стига Цератопса взял. Сина Цератопса взял. Спинича, Спинозавра какого-то взять. Ну, вот Эпика давайте возьмем. Спинозавра. Ну, вот так пока. Так, так, так. Хотя эти ребята крепкие слишком. Слишком крепкие. Это на следующую башенку будем брать что-то такое. Так, ты у нас кто? Борионикс эпически обыкновенный. Прикольно. То есть у него есть Триастроникс. Ладно. Ладно, ладно. Давайте пойдем тогда соберем. Кстати, у нас здесь есть кое-что собрать. Восьмичасовой инкубатор. Нормалек. Денюшки привалило. Ну, и как раз Стигича нам насыпали. Так, и 15 минуточка у нас готова. Насыпают, насыпают. Ирритатор. Ладно, ставим это дело назад. Дьявочку. Ну, и что? Ну, помчались, ребята. О, у нас он обычный, но у нас раз, два, три, четыре, пять боев. Неплохо. Неплохо. Ну, давайте будем брать... Кого будем брать? Давайте... Ну, слабеньких будем стараться брать. Там по мере у нас будут противники расти по силе. Ну, я на этот раз играю вот с таким экраном. По крайней мере, можно будет смотреть удары противника и показатели. А то как-то не очень пофиншую. Так, Тиноцератус. Против нас Аргентинозавр. Так, что у нас у Аргентинозавра? Так, тормозящее воздействие у него есть. И полторушечка, да? И полторушечка. Хорошо. У нас параличи, параличи, параличи. Кстати, прикольный, да? Это как Тиноцератус. Так, давай, полтора урона нам прилетает. Так, время спать. Давай, я ну-ка, спи. Отлично. Ну, я думаю, нам достаточно и обычного здесь удара. У него же не опережающее замедление, обыкновенное. Поэтому давайте атаковать. Вот так вот. Первый бой готов. Спасибо. Хотя из Тегичи надо ловить уже 6 тысяч осталось. Помчались дальше. Ну, берем пока что слабеньких. Будет один бой, один Диноц. Ну, а потом дальше будем смотреть, насколько... Ну, уровень их до 11-го, по-моему, должен дорасти. Так, давайте теперь возьмем конковинатора. Контр-атакера. Да, у нас он здесь, с двумя плавниками, да? Как и в Джорджской World of the Game, да? То есть две волны. У тебя же броня... А, у него вообще брони нет. Интересно. Нас замедлили. Триста, это довольно больно, я бы так сказал. На тебе, контур-атака 500. Так, ну давай, атакуй нас еще. Двойной урон. Ну, у нас щит как раз, нормально, в принципе. И атака. А-а-а-а, красавчик, да? Да, да, красавчик. Ну, 6 метров и 320 килограмм всего лишь. То есть это такой, как какой-то Ютораптор. Ну да, примерно так. Ну, Ютораптор даже потяжелее были. То есть по длине примерно то. А вот по весу... Легенький он. Стройное. У него телосложение было. Так, так, так. Ну, пусть будет пока так еще. Кстати, кстати, в этих же башнях можно сражаться тем, кем ты хочешь. А то, сколько я прогемороился, чтобы 6 боев провел, а моностиготопс, да? Он так звучит, он не попался мне, короче. Так, давай теперь возьмем спинича. Джен 2. Ну, надеюсь, в кавычках 2 имел в виду Джен 2. Ладно, начнем с коротечения. Да, сила, конечно, не ахти, но нам этого и достаточно. Должны пробивать его. Так, а замена, сколько аж держит Ахадота? Так, ну мы сейчас кровотечение еще Аргентинозавру бы зарядить, и было бы вообще шикарно. Он пошустрее нас получается, да? Ну, как бы... Как бы по барабанам. Сейчас двойной урон прилетит, потому подменяться не буду. Ну, или какой там у него двойной, или полтора, неважно. А мы сейчас возьмем Барионикса. Он у нас пошустрее. У нас еще есть красный Барионикс, да? Это Джен 2 будет. Это обыкновенный. Одинарный урон сквозь броню. Шанс к криту, но не наносит урона, насколько я помню, да? Да, это урон не наносит. Ну, тогда бьем обычный удар. Ну, неплохо. С критом сразу. Отлично. Так что, ребятки, в общем-то, не стесняемся. Пишем в комментариях, кем вы хотите, чтобы я посражался. Сейчас у нас такая возможность уже есть. Так что, будем сражаться, в том числе и по заявкам. И день уже к нормали насыпает. Это меня радует. И жирафа Титанчика немножко нам дали. Так. Ну, все то же самое, да? Давайте еще Барионикса возьмем. Хотя, на следующий раз уже возьму кого-то покрепче. из нашей четверочки. Еще Барионикса давайте подсражаемся. Давайте испытаем вот эту штуку. Как она работает. Ну, зачастую смысла от этого мало. это только против таких вот слабеньких на удар противников работает. Потому что, блин, тебя выносят за два удара. Зачастую. Ну, неплохо. Оно того стоило. И это крита не было. Был бы крит, было бы вообще шикарно. Так, ну, он сейчас еще раз проатакует. Но это нам не страшно. Без крита. Блин, ну, тут же шанс крита. Мы два удара проатаковали, и крита не было. Так, и эта штука у нас слетела. 50 к урону, 30 к криту. Но, как бы, что-то крит не сработал. Но сейчас, понятное дело, нас нас вынесли. Ну, ладно. Ладно, ладно, ладно. Давай, пахик, выходи. Твой пахик, это же у нас тиги. Ауч. Так, а замена на сколько ходов? А, на один ход всего лишь. А интересно, а удар с подмены сработал бы или нет? Давайте проверим. Наверное, не сработает. Удар будет, но замена не сработает. Да, автоматическая замена невозможна. Но она и не понадобилась. Так, 4 победы. И еще один бой. Так, ну что, возьмем тогда, кого просили, кого мы не брали. Стигоцерат взял, спина тораптора взял. Да нам больше никто и не надо. Это так уж для красоты. Стигоцератус один здесь тоже всех раздав. Ну я возьму кресеныша. Давайте сначала делаем снижение урона. И кстати, на следующий ход можно сделать раз такие дела. давайте сделаем вот это. 170. Это совсем не больно. Повысили мы шансы. И здесь у нас была атака, на этом ударе. А, еще и атака полтора была. Неплохо. Так, нам уже прилетел полный урон. Но досвидус. ух, классно выглядит. Делаем то же самое, а не доживем скорее всего, да? Ну и просили стикича. Замедлять незачем. Оу, оу, оу. Броня. Крепкий, крепкий парень. Он хоть и девятого уровня, но молодец. Молодец. У него опережающее замедление было, да? Блин, ну пинает он классно. Мне нравятся его пинки. Оу, крит. Жаль, жаль, что я тебя не смогу парализовать. Ну, замедление, его замедлять мне особо нужды сейчас нету. я лучше оставлю этот удар для следующего противника, если понадобится. Аргентич. Да, он быстрее, потому вот здесь мы его будем замедлять. Двойной урон. брагент ласает. Снижение скорости есть. Паралич. ласкетчик вообще можно такую серию не кислую зарядить, да? Снижение скорости и два паралича дают нам и параличика дают нам три хода. И это успех. Так, ну сколько косарей? 1300, ну ладно. Немножко дротиков, апатазаврик, жиавчик, отлично. И эпик, эпический брахик. Это хорошо. Это хорошо, ребятки. Ладно, на этом-то мы серийку закончим, а я сейчас, наверное, непременно приступлю к записи второй нашей башенки. Игорь Негода